Всем привет, мои хорошие! Начинаю шопинг-влог по Икеа. Сейчас мы пройдем с вами по готовым решениям, и я покажу вам, что мне нравится, что бы я хотела в своем доме. Покажу вам кухню своей мечты и спальню, которую мы выбрали вместе с любимым, и под нее я все буду делать. Давайте, не буду до вас долго томить, поехали! Давайте вот, когда меня будет куда-то тянуть, я прям такая буду тянуться туда, в гардероб. Блин, я хочу вот так вот, чтобы у меня стояла обувь вся. Только мне хочется все светлое, если честно, в гардеробе, чтобы было. Вот примерно так, да, оно и будет выглядеть. Либо с наклоном, либо просто, прямо, чтобы можно было не только под обувь это прям использовать. Вдруг когда-то будет момент, когда у меня не будет столько обуви, сколько сейчас. Сумки вот так хочу тоже, чтобы стояли. Вот примерно так, наверное, я в своей гардеробке буду делать. Не знаю только, сколько у меня там будет места. Это вот в прихожей я хочу такое сделать, полууголочек. Посмотрите на меня, да. Денька мне тут поцарапал тут лоб. Лобишник мой. Блин, ну гардеробная, это вообще моя мечта. Блин, это музыка, конечно, которая играет на фоне. В общем, мне не очень нравится, свечет. Так, темная, я не смотрю, я люблю все светлое. Все будет у меня в светлое, поэтому мы пошли в светлые тона. Слушайте, какая здоровая мойка. Светлая, просто офигенная. Я, наверное, что-то такое хочу. Вообще, она состояла что-то другое на съемной квартире. Мне очень понравилась. В принципе, серая. А вот эта мойка стоит 7 тысяч, да? Чёрт. Нет, это смеситель стоит 7 тысяч. Стильный, кстати, очень. Так, а эта стоит десятку. Вот, да? Ну-ка. Мойка с видимой фронтальной стенкой. Вот так. Так, буду говорить громче, чтобы эту песню на фоне не было слышно вообще, и чтобы меня не заблочили авторские права и все дела. Вот, смотрите, кухня, казалось бы, светленькая, да, беленькая. Сверху дерево. Мне такой вариант нравится, но я бы хотела не очень отчетливое дерево. Это раз. И второе. Вот эти вот фасады я не хочу с ручками. Я хочу, чтобы ручки либо сливались вместе со столешницей, вот так. Не столешницей, а вот с этими фасадами, да? Сливались, что как будто бы без ручек. И все должно быть с доводчиками обязательно. Так что идем искать. Смотрите, очень интересное, классное, красивое решение вот поставить вот так вот телевизор. И вот такие вот тоже мне нравятся. Вот кухня такая пусть будет, да? Вот так раз и все. Мне вот эти вот застежки очень нравятся вообще. Смотрите, казалось бы, красивая белая кухня, да? Но мне не нравится вот эта вот прозрачная. Ну, это какой-то стиль, знаете, вот этот вот. Я помню, в Фикс Прайсе был такой стиль, я много чего брала из этого. Но, честно говоря, он мне не нравится. Он такой красивый, кукольный, но вот не на постоянку жить. Когда на постоянку, мне хочется, чтобы был полный минимализм, без всяких таких прозрачных вещей, во что у меня там будет всего затарено. Я бы не хотела, чтобы было все видно. Я хочу все скрыть, и чтобы оно было, знаете, вот прям литое такое. Вот эти ручки мне тоже не нравятся. Но встроенный холодильник, это, конечно, круто. Но мама против встраиваемого холодильника, и у нее можете спросить, почему. Она обязательно в своем видео расскажет, или, может, в моем расскажет об этом. Вот это мне нравится, кстати, тема вот здесь вот. Вот это решение мне нравится. Мне кажется, хорошо будет мыться и классно выглядеть. Вот такой большой обеденный стол, конечно, круто, очень круто. Я бы такой хотела. И стулья красивые вообще, беленькая все, красивенькая. Вот это вот супер мне нравится. Но пока я не планирую стола, я вам покажу кухни, которые я бы хотела. Такой островок, но немножко узкий островок. В общем, посмотрим, я покажу еще. Тоже, кстати, смотрите, гардеробная вообще завешанная занавесочками. Небольшая. И все как бы есть. Да, она малюсенькая. Тут даже, блин, половина моих вещей не влезет. Так, идем дальше. Ой, чуть не упала. Для Деньки, кстати, отличная кровать была бы, да, вот такая, с ящичками. Хоп-хоп. Хотя вообще мне хотелось бы что-то ему взять так, чтобы можно было раскладывать и на двоих. То есть я захотела с ним поспать, я легла с ним поспать. А так была бы однушечка такая. Ну, чтобы мне нужно было потом как-то, не знаю, менять, не менять. Короче, я еще не знаю. Я еще вот детская. Это будет отдельный вообще разговор, что мы там будем делать. Вот, смотрите, диван, да. Вот, в принципе, примерно такой диван я бы хотела. Он здесь стоит 20 тысяч, но побольше. Вот. А так именно вот такой вот, знаете, минимализм какой-то. Угловой немножечко, да. Но побольше. Вот они цвета разные. Этот 42 тысяча стоит. Почему-то, не знаю почему, да. Серенький 23-24. Вот что такое, но побольше. Хотя, возможно, и такой даже бы нормально было. Надо заснять его размеры, а дома потом померить. Да, вот они размеры. А дома потом посмотрю, померю. Или вот такой вот, допустим, серый. Да, тоже сейчас размеры его померю. Он 19 тысяч стоит. Посмотрю размеры. Размеров нету вообще вот этого. Блин, вот эта музыка на фоне, жесть, конечно. Показываю только то, что мне нравится. Ну вот, смотрите, тоже неплохое, как бы такое. Ну, так, так, сюда плюсик такой. Типа, можно сделать и так, наверное, да. Вот такая. Ну, здесь тоже пыль будет собираться, вытирать. Вот это никак. Зато, смотрите, как скрыта вытяжка. Офигенно, да. Класс. Вот я хочу наш газовый котел также спрятать. Печка. Классная. Встроенная. У нас будет, кстати, обязательно встроенная посудомойка. Причем не маленькая, а большая. Да, чтобы можно было в ней мыть крупные, крупногабаритные вещи. Холодильник встроенный. Класс. Но у нас не будет встроенный. У нас просто будут беленькие, красивенькие. Вот это, кстати, тема очень классная. Глянь, как красиво стоит. Ну, вот это мне нравится. Кухонька такая. Можно было бы. Вообще было бы классно без вот этих штук. А просто нажимаешь, открывается. Вот это вообще идеал. Цены, конечно, тут конкретно, да. 77 тысяч. Вот это вот. Всего лишь только вот это вот. О, да. О, да. А вот какой шкаф еще классный. Он, кстати, вот без ручек, смотрите. Открыл. Опа. Опа. Классный. Стоит он 20 тысяч. В принципе, нормально. Такой симпотный. Только единственное, что мне нравится, что он глянец. Так как я снимаю, у меня все должно быть матовое. Вот стиль, видите, такой вот все темное. Честно говоря, для меня это как будто только в офисах или ассоциации с какими-то деловыми-деловыми людьми, которые дома практически не бывают. Чисто офисный какой-то такой. Ну, я думаю, что это да, это под офисы сделано. Ну, да, видите, вот компьютер, все дела. То есть у меня правильные ассоциации. Ну, то, что я люблю светлое, это тоже, наверное, не для всех. У многих ассоциации с больницей какими-то, да. Вот, видите, вот мне что нравится. Ну, это как там, да. Вот. Вот. Только матовые, чтобы были вот эти штуки. Но, по-моему, в Икее все можно менять и делать. И вот отлично даже, если вписаться, только нам узенькая нужна. Именно там, где будет у нас телевизор в кухне-студии. Прям вот хотелось бы что-то такое интересное сделать. Диван вот за 19 тысяч стоит. Вообще, сейчас я вас веду, хочу показать вам кухню своей мечты и спальню, которую мы приглядели. То есть это две главные цели. Показать вам это. Остальное я так чисто захватываю, просто говорю вам, что мне нравится, а что нет. Вот, отличная комбинация, да. Только из материала, который бы мне надо. И внизу вот так вот сделать. Поставить телик хочу вот такой здоровый. И только еще, чтобы сверху было, чтобы книги мои где-то стояли. Но в основном, чтобы все было закрыто. Фасады закрыты. Все закрыто должно быть. Вот, смотрите, да. Тоже телевизор вот. Вот шкафы. Ну, я не хочу такие шкафы. Я хочу побольше маленьких. Вот, смотрите, да. Если белый стиль брать. Только верх тоже нужно поменять, чтобы он был не черный, а какой-то светлый. Например, темно-серый или средне-серый. Что-то тут, смотрите, все позанавесили. Что-то тут опять реставрируют, делают. Я надеюсь, что я увижу то, зачем я пришла вам показать вообще. Вот, смотрите, о какой стоечке я говорю. Только здесь она идет как бы в уголок, да, становится. Но вот такая. То есть это размер стола. У нас где-то 60-70, да, идет здесь 60, скорее всего. И вот оно такое высокое. Стульчики пусть будут немного повыше. Я не против. То есть оно с размером вот кухни. Идет вот так вот. И вот этот стол. И отдельный стол обеденный мне не нужен. Очень мне нравится вот это вот решение. Но здесь уже островок конкретно идет. Очень большой. Он у нас займет вообще посредине станет. Поэтому я хочу узкий, да. И вот мне нравится кухня. Вот, чтобы вот так все было вообще идеально. Ну, цвета другие только подобрать. Тут такой беж, да. Но смысл. Тут даже тоже не нажимаешь, по-моему, а просто открываешь. Но вот так. Более так элегантно все, понимаете. Здесь спрятано, никаких ручек вам нет, ничего. Очень классно. Ну, было бы классно, если бы нажимать. Поинтереснее, как-то, мне кажется. Вот. И вот эта тема тоже встраиваемая. Ну, я не знаю, у нас как все будет. У нас, скорее всего, будет просто все в одной стене. Вот так вот мы сделаем. И все. И нигде больше оставлять ничего не будем. Кухня в одной стене. И вот такая вот посредине узкая барная стоечка такая. Вот она, смотрите. Ну, то есть, вот эти ручки мне не нравятся. Может быть, они только интересны были бы для посудомойки там, да. Вот уж доезжает она вообще шикарно. Супер. А вот здесь вот, вот. Самое то. Самое то. Либо, чтобы были какие-то ручки. Ну, вот белые, чтобы они были, опять же. И все должно быть матовое. Это глянец у нас. Вот мат, да, матовое. Холодильник беленький отлично стоит здесь. И вот он, стол. О, вот такой прям он должен быть. Беленький. Возможно, даже стоять вот. Он даже может как островок стоять посредине. Посмотрим. Ну, короче, вот вы уже видите, знаете примерно, что я хочу, да. Вот оно так и будет. А здесь вариантов очень много. Ну, вот если выбирать, например, столешницу какую, да. Ну, вот я бы такую выбрала, столешницу. Либо вот такого вот цвета, да, столешница. Мне нравится. Даже вот эта, наверное, получше будет, чем просто серая. Поинтереснее, да. А фасады, например. Подожди, вот еще у нас столешница, да. Такая тоже хорошая. А фасады, фасады, фасады. Смотрите. Вот белый матовый. Вообще шикардос. Белый матовый. Этот такой молочный. Они разные даже оттенки какие-то. Офигеть. Я не знаю, кто бы, кто мне сможет найти место, где вот так же, как в Икее, все вот это вот, понимаете. Именно то, что мне нужно, понимаете. Это, конечно, редкость. Ну, вот здесь все не мое, а вот здесь именно. Смотрите. Три варианта. Раз, два, три. Матовых фасадов. Ну, просто шикардос. Шикардос. Я так понимаю, что вот этот самый дорогой, да. Ну, класс, класс. Интересно, сколько здесь будет стоить вообще. Мы должны все будем посчитать. Мы будем заказывать вообще этот... Разные материалы какие-то этих, столешин. Камень ли это? Дерево ли это, да? Кошмар. Сколько всего. Я в шоке. Предстоит еще. Вытяжку какую-то красивую. Тоже вот типа беленькую, такую аккуратненькую. Планирую. Либо действительно можно, надо ума узнать, либо действительно можно ее вот так вообще встроить, и она не будет отдельно. Она будет вообще просто в коробе таком. Просто все будет вообще. Ничего лишнего. Вот это моя мечта. Я уже хожу такая и думаю, блин, где спальни? Походу, может, их там реставрируют? Нет, вижу, впереди спальни. Сейчас покажу, если ее не убрали, нашу спальню мечты, можно сказать. Как они, конечно, все это уютно делают. Я вообще прям хочется зайти в каждый домик, понимаете? А вот, кстати, классная штука. Вот мне бы хотелось в спальню вот такой вот шкаф поставить, только чтобы он полностью с этой был. В спальне не хочу, чтобы были зеркала. Вот просто такой бы шкаф-купе с подсветочкой. Шикардос вообще. 25,650 такой стоит, да? Вот я бы без зеркала, только с такими бы взяла. Шикарный, мне кажется. 25,650 нормально, в принципе. Красиво, главное. Хочется походить, видите, детка. Пооткрывать все, позалазили. Целая квартира, бля. Кому-то жить негде. А тут вот целая квартира просто, бля, ходят да просматривают. Тут, бля, живи, и все спи, и живи. Так, ну что, мы подходим, по-моему, к нашей спальне. Вот эта спальня, это фотку, которую я делала. Мне она очень понравилась. Я ее скинула любимому, и он говорит, да, мне тоже очень нравится. Единственный момент, что? Нет, знаете, она обустроена. А что вот мы прям вот так будем? Кровать я не хочу такую, она деревянная. Вот эта вот тема деревянная, мне такое не нужно. Зеркало вот здесь вот не будет в комнате. Если там будет, то что-нибудь красивое, либо, не знаю, что-нибудь придумать надо красиво. Мне, скорее всего, понравилось сочетание всех этих цветов. Вот, на самом деле, детально все это разрулить, а ничего особенного нету, да? Занавески мне нравятся вот такие. Вот, возможно, занавески в такой цвет примерно где-то будут в спальне. В общем, цвета такие будут. Белый, бежевый, розовый и беленький. Вот в такой цветовой гамме я сделаю, да. Так что здесь не сказать, что это прям моей мечты. Вот этого у нас не будет, потому что у нас напротив... Ну, это если делать в маленькой, ну, может быть. Хотя нет, у нас тоже там немножко стена не так, чтобы вот такой вот сделать. Как это называется? Что это называется? Комод с шестью ящиками. То есть у нас нет такого варианта сделать. Там, где я буду ставить кровать, у нас напротив остается где-то метр-полтора, может быть, расстояние. И там только телевизор подвесной будет. И даже, по-моему, больше ничего и не встанет. Будем смотреть. Как, что? Вот. Ну, в целом, вот красивая, да. Она вот так вот смотрится. Я хочу в таких тонах. Да, все. Видите, я пришла с вами и поняла, что это спальня не моя мечта, это просто спальня в тонах моей мечты. В целом, по кроватям можем пройтись, да. О, глянь, какая кровать. Вот такие штучки сюда ставятся. Нужно ли оно растение вот так вот над кроватью положить? Я, кстати, не вижу кровати с мягкой спинкой. Вот все какие-то деревянные в основном, посмотрите. Дерево, железо. А я вот хочу себе мягкую, красивую спинку. Девочка мне одна говорила, как это называется, что я хочу, когда она такая, знаете, вбитая, типа как пуговица там или еще что-то. И такая вот мягкая. Как-то называется этот... Как-то называется этот... Это техника. Комодики, вот мне вот такие нравятся, очень аккуратненькие. А это те недорогие комодики. Классные. И высокие классные. Вот они, они узенькие, такие. Может, я приобрету. А вот этот комод почти как у нас, да? Нет, он что-то другой какой-то. Здесь на две. Это другой комод. У меня другой. Другие ручки. Ой. В общем, куча всего предстоит. И все. А это что? Для какой-то картотеки прям, да? А вот. Нравится, мне нравится. Под телек куда-то. Вот такой вот комод с шестью ящиками. Стоит всего лишь восемь тысяч. Но он выглядит очень круто. Мне кажется, достойно. И восемь. Может, даже и не так дорого, я бы сказала, для него. Вот моя мечта. Хочу целую вот такую комнату для гардеробной. Но это когда у нас будет уже свой дом. Сначала мы эту квартиру до ума доведем. Потом будем заниматься строительством дома. И вот, мне нравится. Вот, да? Без зеркала, без ничего. 19 899. Ну, я примерно так где-то и рассчитывала. По-моему, шикарно. Еще было бы клево, чтобы это был не пластик вот здесь. Знаете, а такое стекло, ну, непрозрачное, типа затертое. Я видела такое. Мне нравится. А вот, смотрите, вообще в полосочку. 27 800 стоит. Но это слишком, мне кажется, совсем непонятно, что шкаф. Как-то он. Насколько он интерьер сам делает. Такие с зеркалами. Но зеркала не хочу. Вот вместо зеркал можно было бы, да. Но это, кстати, я видела. Надо узнать, сколько там стоит. Куда моя мама ходила. Рядом там в Александровке есть магазинчик. Там очень много мебели. И там вариантов очень много. И не за 34 тысячи, а намного дешевле. Вот я вам говорила о стеклах затертых, да. Но здесь они как-то совсем прозрачноватые. Прям пусть они были бы белые. А здесь вот видно, знаете, вот это. Этого не должно быть видно в моем проекте. В моей голове этого не должно быть видно. Уж на крайняк лучше пусть так будет, наверное. Вот смотрите, разница, да. Вот эти вот голубые, а вот они белые. Но все равно они какие-то прозрачноватые. То есть под этими белыми ничего не должно быть видно. В моем проекте. Вот такой вот. Но это не стекла затертые. Это просто глянцевый фасад. Интересные всякие такие решения. Мне вот это черное уже не нравится. Все должно быть белое. Стыки белыми, все. С пробкой, гляньте, вообще. Интересно, да. Но это какой-то типа, как это уже называется, стиль. Лофт, да, наверное, что такое. А, вот, смотрите, темка какая. Это то, что мы видели. То есть оно, получается, раскладывается? Или это приставили что-то? Вот если оно вот так раскладывается, это вообще шикарно. Вообще вот это мне темка нравится. И мне кажется, она такая клевая. Вообще, прям так хочется лечь на ней поспать. Такая каркас кровати. Размер матраса 80 на 160. И вот так перемножено на 200. Размер каркаса кровати. 28 тысяч такая стоит. И вот с этим ящичком. Субтитры сделал DimaTorzok